Очередное письмо на ресурсе Донбасс сегодня. Водитель Донецкого трамвая рассказал об ужасах работы под бомбежками. Август 2014. Я рано утром выехала первой. Возвращалась уже обратно с ЖД. На Павла Поповича навстречу бежит мужчина в спортивных штанах и майке, руками машет. Я еще подумала, выпивши, наверное. Остановилась, а он кричит, туда не едьте, там взрывы. Вышли, пошли смотреть. Там, на Очаковской, трех человек убила. Попала в двухэтажное здание, где аптека на второй этаж. Как нам рассказали, жильцы выехали из этого дома буквально накануне. Прилетела в семейное общежитие. Трамвайную троллею положила. Много всего. За мной ехало еще два вагона. Мы потихонечку сдали назад до Киевского проспекта. И стояли под открытым небом. Ждали, пока монтеры приедут, натянут троллею. Страшно было все время. Не только в тот момент. Вот утром выезжаешь, а они обычно с утра сильно стреляли. Хоть часы сверяй. Едешь и думаешь, куда прилетит и где оно упадет. У нас девчата и под вагонами лежали. Помню, ехала в районе проспекта освобождения Донбасса к центру города. А там неподалеку. Упал снаряд. Вагон, конечно, хорошо трухануло. Пассажиры кто куда. Сначала выскочили, потом заскочили обратно. Одни кричат, поехали. Другие, стойте. Кто-то на пол улегся. Коллега тоже в том районе ехала. Говорит, летит снаряд, как в кино, прямо на глазах. Смотрю в зеркало на салон. А он пустой. Пассажиры все на пол попадали. Стилистика и пунктуация автора сохранена. Людмила Р. Водитель трамвая маршрута номер один, город Донецк. В проекте «Как я встретил начало войны» каждый житель Донбасса может рассказать, как именно изменила война его жизнь. Что произошло в его судьбе с началом боевых действий в Донбассе. Необходимо, чтобы весь мир узнал о тех тревожных днях 2014 года, когда началась гражданская война. Водитель Донецкого трамвая рассказал об ужасах работы под бомбежками.